Привет, друзья, с вами Вайми, и я продолжаю пытаться пройти в тело, наверное, потому что, ну, один раз я прошёл всё-таки на крейсере Федерации, но, в общем, да, в прошлый раз был не особенно удачный ран на Б-Кестерля. Сейчас, я думаю, стоит попробовать BNG Cruiser, хотя он не очень хороший, на мой взгляд. Ну, то есть как, у него есть Heavy Laser, это неплохо, у него есть Heavy Onk, это тоже неплохо, у него есть куча внутренних дронов, то есть, которые чинит сам корабль и которые противопехотный дрон. То есть, если ко мне кто-то вторгнется, я могу от них избавляться с помощью дрона, но у него нет сенсоров, это минус, и кроме этого у него много чего ещё нет. Ну, ладно, попробуем что-нибудь с ним сделать. Окей. Что с этим всем можно вообще, в принципе, сделать? Можно выключить вот это вот всё, и можно включить либо двух ремонтных дронов, либо одного такого дрона. Сойдёт, наверное. И также у меня всего один член экипажа в составе, так что получить больше экипажа — это хорошая идея поначалу, но не всегда возможно это сделать. У меня, конечно, есть ремонтные дроны, которые могут чинить всё, и они даже чинят эффективнее, чем люди вроде бы. Но они из-за дрона куски, во-первых. Во-вторых, они... Хотя, по-моему, если их активировать, они остаются навсегда, то есть, один раз тратится дрона кусок, пока их не убьют. Но их, скорее всего, не убьют. Ну, в общем, суть в том, что они не могут улучшать подсистемы, это не совсем хорошо. И плюс, если мы его инжи убьют, то я проиграл, потому что у меня всего один член экипажа. В общем, это нехорошо. Окей, я попытаюсь убить этого пирата. У него есть ракетница, у него есть лазер. И он кей в щиты, и потом после этого уже из хэви лазера куда-нибудь тоже, наверное, в щиты. Хэви лазер наносит две единицы урона. Но он стреляет один раз. Ну, кислород, естественно. Окей, дрона, чините его. И движки тоже чинить. Окей, я попал. Наверное, лучше в оружие. Дроны медленные, это еще один их минус. И еще разок в оружие. И я им, по-моему, кислород там немножко сломал, в том плане, что... Пробойна. Я успею? Да, я успею. Надо было по оружию стрелять из ионки. Ионка, которая здесь, она тяжелая, то есть она две единицы ионного урона наносит вместо одной у всех остальных ионок, но она долго заряжается. Это не очень хорошо. Семь скраба, двенадцать скраб. Мне нужно было с ним согласиться, конечно, он бы дал мне больше всего, но хрен с ним. Окей. Да, и дрона у меня все еще активны. И даже если я их выключу, то они все равно останутся, как бы... На них не потребуются еще дрона куски, чтобы их еще раз активировать. Они просто выключатся. А я, пожалуй, куплю... Три за шесть. Шесть за двенадцать, конечно, тоже выгодно и много, но... Мне сейчас скраб немножко важнее. Туда, я думаю. Хм. Атаковать повстанцев или украсть всякую хрень у гражданских. Наверное, атаковать повстанцев более хороший вариант. У него бим и ракетница. Так что если ему выключить оружие, он не может мне наносить урон вообще никак. Это хорошо. Но он выстрелит первым. Ну, хорошо, что он не сломал до конца дронов. И они смогли починить себя. Ну, не себя, опять же. У них мало жизни, и, по-моему... Я не знаю, лечатся они или нет. Наверное, они лечатся в Дронбее. Наверное. Привет, пробоина. И я им не могу управлять напрямую. То есть я не могу им приказать какую-то конкретную подсистему чинить, например. А, промах. Нет. Какой ужас. Ну, ладно, по счетам тогда. Почему бы и нет. Одиночный низкорострельный вазер это не... У-у-у, это плохо все. Одиночный низкорострельный вазер это не очень хорошо. В плане оружия. Окей. Пофиг, куда дальше попадать из-за вазера. Главное попасть из-за вазера. Это их убьет. Готово. Но это было не очень приятно все. Эээ, хрен с ними. Я украду у гражданских. Их всякие вещи. Я проапгрейзжу двери. Нет, пока что нет. Вдруг магазин за углом. В первом секторе мне вряд ли понадобятся двери. Да, я дам им топливо. И они дадут мне реактор плюс один. Окей. Реактор плюс один это ценно. Что у меня, кстати, из модулей из всяких. Ага, дроны на 25% быстрее. И при этом они все равно жутко медленные. Окей. А в магазин... Я даже не знаю. Я не смогу там ничего внятного купить за такие деньги, которые у меня есть. И еще одну систему я не успею залететь. Так что это все не очень хорошо. Но я залечу, конечно, посмотрю, что вообще есть. Я могу продать своего противопехотного дрона, но это не самая лучшая идея все-таки. Наверное, вулкан. Офигенная пушка. Но 95. У меня столько нету. И... Я могу купить сенсоры, но я не могу купить сенсоры, потому что мне придется что-нибудь продать. Я могу продать одного ремонтного дрона и купить сенсоры, потому что сенсоры это все-таки нужная вещь, на мой взгляд. И немножко ремонта. Да, окей, теперь я вижу свой корабль. Ура. Это важно. Видеть свой корабль важно. И теперь я мог бы... А, да, у меня есть плюс один энергии, так что я могу активировать противопехотного дрона еще. Окей. А я ничего не нашел здесь. Ну, мне пока что не нужен противопехотный дрон, так что я его не буду прямо сейчас активировать. Я его активирую, когда ко мне кто-нибудь вторгнется. Окей, я их отвезу, куда они просят. Нет, я их не отвезу, куда они просят. Хотя я успею, если через выход назад. По-моему, я успею. Я надеюсь, я успею. Если нет, то у меня проблемы. А, да. Вазерный дрон и... А, они FTL заряжают. Надо бы по кабине попасть сразу, хотя у них ракетницы, это неприятно. Но дрон пофиг вообще. Дрон мне сможет нанести урон только если он... Хотя нет, он успевает выстрелить. Странно даже как-то. Окей, все. Они больше никуда не улетают. Следующий залп по оружию. Потому что ракетница меня напрягает. Окей. Следующий залп по щитам. Снова по кабине. Ионка вообще пофиг, но пусть будет по оружию. Надо было по дрону, наверное. Но пофиг. Уже пофиг, куда. Куда и что. Они мертвы на следующем залпе. Или нет, потому что щиты успели включиться. Ненависть. Готово. И это мне даст немножко еще скрапа. Я не успею для квеста и обратно долететь. Так что я сваливаю отсюда. Золотанский сектор. Магазин сразу же, но мне опять же нечего покупать и продавать. Тогда можно сюда, потом сюда, потом в магазин. Хорошая идея. Тогда мне, возможно, будет на что покупать всякую фигню. О, нет, вторженцы. У меня есть противопехотный дрон от такой фигни. Он должен выиграть против двоих. К сожалению, я не могу его контролить. И у них одиночной лазер просто, так что они мне ничего не могут сделать. О, еще один. И дрон, видимо, не выигрывает против двоих. Я, конечно, рад, что они ломают мне медотек. Да, дрон проигрывает против двоих. Но я могу еще одного активировать, когда у него кулдаун спадет. Так, ну, лазер у меня заряжен, так что по кабине. Окей. Дронов, по крайней мере, отвлечет. Илонка по оружию, я не знаю зачем, но пусть будет. Я хочу им вырубить кислород. Окей, они телепортнулись обратно. Неплохо. Ну, то есть плохо, конечно, потому что меня половину корабля снесли, но все равно. Противопехотный дрон не такой полезный, как я думал. Ну, что поделать. Или это берст, стоп, я не знаю. Нет, одиночный. Пофиг. И дрон действительно лечится в дрона отсеке. Ну, противокорабельный лучевой дрон. Это может быть хорошей идеей. То есть я могу отключить этого дрона. И включить этого дрона, если что. И магазин еще один. Ну, тогда я, наверное, в верхний магазин полечу, потому что я могу через большее количество систем туда лететь. Да снова кто-то в торсе. Какого черта? И сенсоры вырубили. Ненависть. Ну, я не могу с этим ничего нормального сделать. Я могу, конечно, пооткрывать все двери. И это, наверное, было бы хорошей идеей. Особенно учитывая, что у меня единственный член экипажа в кабине сидит и никуда оттуда не девается. Окей. Закрыть это все. И включить мед отсек. Я, правда, не могу открыть кабину. Включить движки. Ну, окей. Я должен победить. Можно закрыть все двери, чтобы был кислород. Окей. Все на места. И прыжок сюда, наверное. Мне уже нужны двери. Я думаю, после магазина их проапгрейжу. О, куча скрапа. И магазин. И что в магазине? Пригнайтер, который я не могу купить. Могу я что-нибудь продать? Я могу продать его, чего у дрона, но он может быть чем-то хорошим. Так что я не очень хочу его продавать. Бёрст вазер один. Это лучше, чем ничего. Но мне почти хватает на вулкан. Так что я... Стоп. Сколько на вулкан нужна энергия? Четыре. У меня столько нету. Так что, пожалуй, нет. А на это нужно три энергии, на это нужно два энергии. И это в целом лучше. Хулл лазер, он, конечно, по корпусу увеличенный дамаг. И он три выстрела за очередь. Но, во-первых, три энергии тратит вместо двух. Во-вторых, он заряжается дольше. Так что, наверное, просто бёрст и вместо иванки его воткнуть. И всё. Потому что больше я ничего не могу купить. Ну, починка немножко там. Пару единиц топлива, пару единиц... А, нет, дронов я не буду покупать. И топливо я тоже зря купил. Ладно. Так, наверное, можно открыть все двери, кроме вот этих вот двух. Для начала. И сюда. И мне нужно переставить оружие, на пофиг, сейчас переставлю. Так, так. И так, иванка самая бесполезная из-за того, что у меня есть. То есть, по сути, мой бёрст илазер делает то же самое, только он ещё ведь дамаг наносит при этом. И бёрст илазер туда, иванка туда. И я включу бимового дрона. Потому что он будет помогать сносить ему суперщит. По единичке, но всё равно. И у него иванка плюс... Это хреновина. Возрожденочный. Наверное, автоогонь стоит включить пока что. И, наверное, стоит стрелять не по дверям. Возможно, также стоит... Нет, не стоит автоогонь включать, естественно. А стоит немножко более правильно таймить всё. В принципе, если я им буду постоянно щиты поддерживать на нуле, то мой дрон что-то сможет сделать. В теории, мой дрон много чего сможет сделать даже. Но это в теории. Да. Дрон довольно неплохой в плане ДПС, но... Щиты. Нужно чем-то снести щиты, чтобы он мог наносить свой ДПС. И двери плюс один. Двери плюс один. Это важно сейчас. И туда. Пульсар. Ненависть. У них есть дефенсовый дрон. Дефенсовый дрон это не так плохо, потому что он сбивает ракеты. Это МК-1 дефенсовый дрон. Ракет у меня нет. Также у них одиночный лазер. В принципе, я могу просто вот так вот сделать. Поставить автоагон и уйти на полчаса. И... Хотя нет, учитывая, что это пульсар, это так не прокатит. Потому что мне пульсар будет выключать щиты. В общем, суть в том, что я мог бы... Если бы не было пульсара, бесконечно здесь висеть, стрелять по нему. Он бы по мне стрелял, у меня бы качался пилот. Потому что кроме пилота у меня ничего нет. Но, увы. Пульсар значит, что у меня щиты будут падать время от времени. И он будет попадать все-таки и наносить урон. Ну, хрен с ним. 23 скрапа. Дрон неплохо помогает в плане ДПСа. Очень неплохо. Окей. Ну и пока что, да, на выход сейчас нет особого смысла лететь. Астероидное поле. Тоже не очень хорошо. Ну, правда, у них суперщит, так что это хорошо. Потому что астероиды будут им суперщит ронять. И у меня все еще от пульсара нихрена не работает. Ну ладно, дрона. Щит включен. Это все включено. Окей. У них бомбы и одиночные возвраты. И бомба у них в пустые комнаты запускается. Это всегда хорошо. Бомба не дамажит корпус, она дамажит только подсистемы и прочее. Ну все. Быстро их добили. Еще 23 скрапа. Наверное, у меня стоит проапгрейдить щиты еще на единичку. Это был бы неплохой идеей. Но проблема в том, что скрапа мало. Его надо где-то брать, чтобы апгрейдить щиты на единичку. А брать его негде особо. Ну и тот, что я беру, я трачу. Мне нужно слишком много всего. Мне нужно было двери проапгрейдить. Мне нужно было сенсоры купить. Мне нужно теперь еще экипаж увеличить. И мне нужно щиты проапгрейдить. И мне нужно еще и, наверное, оружие когда-нибудь проапгрейдить. Или дронов. В общем, не ясно. Окей, дрон по щитам. И это по щитам. Прощай, кислород. Почему мой ремонтный дрон не чинит кислород? Мне интересно. Мне очень интересно. Ну ладно, неплохое сочетание бимового дрона и пары лазеров. Потом, конечно, все станет сильно хуже, когда противники пойдут с двумя-тремя щитами. Ну хотя даже три щита я такими лазерами могу сбить. Пустая система. И дальше я больше никуда не успею залететь. Потому что иначе повстанцы до выхода дойдут. Окей, я его убью. У него бимовый дрон тоже. По-моему, второй. Есть ли второй вообще бимовый дрон? У него какой-то более толстый бимовый дрон. Возможно, это огненный дрон. Неважно. В общем, и одиночный лазер. Но дрон его не может пробить мой щит. Так что я это сделаю немножко не так. Я это сделаю вот так. И потом я снесу ему оружие своим тяжелым лазером. Попытаюсь снести ему оружие, естественно. Да. И все, он мне ничего не может сделать. Теперь все по их пушкам. Не по пушкам, а по щитам, естественно. Пушки у них уже вырублены. И дрон все добьет. Мне даже стрелять не нужно. Я даже не успел бы выстрелить. Дрон хороший. И на станции ничего не было полезного. Окей. Домашняя система Энджи. А хватит ли мне... Почти хватит мне на щиты. Ну ладно, мне нужна еще единичка реактора, чтобы щиты поднять. Ну или я могу их так поднять, но тогда у меня дрон не будет работать. Окей. Я ничего не нашел. Магазин, который не нужен. Ну он нужен, но... Мне нет денег, чтобы что-то покупать. Хотя надо залететь и... Купить топливо. Ага, гигантские пауки. Я могу своего противопехотного дрона отправить. И я получу всякой фигни за это. И это без риска. Ну то есть мне... Возможно могли бы уничтожить дроны, чтобы у меня потратиться один дрон на кусок или что-то подобное. Я не успею залететь в магазин и купить себе топливо. Окей. Ну по-моему я не успею. Возможно все-таки успею. Сейчас посмотрим после этого боя. Если я выживу в этом бою. Противодронный дрон. Так что мой дрон мне не нужен. Так что я могу включить щиты. То есть он мне не то чтобы не нужен. Он мне нужен конечно. Но я не могу его активировать. Его убьют сразу же. И мне нужно стрелять по их щитам. И по оружию. И это... Это хреново. Мне снесли пилотирование. Они всегда попадают теперь. Ну теперь уже нет. Но все равно они часто попадают. Потому что... Дрон, почему ты идиот? Дроны дебилы. Ну окей. Я им хотя бы бёрстовый лазер снес. Но флаг это тоже неприятно. И я труп. Просто не зависит меня от чего. Хотя он возможно успеет свалить до того, как я труп. Но нет. Я все-таки труп. Да. Печаль. Совсем печаль. Ну ладно. Поскольку это было довольно коротко. Я хочу на каком-нибудь еще корабле куда-нибудь полетать. Но я не знаю на каком и куда. Золтан. Ракетница и бим это конечно не очень хорошо. Ммм. Попробуем. Нужно сменить бим на что-нибудь как можно раньше. Но кроме этого я не знаю что мне делать. Ракетница хорошая. Ну то есть как она. Нормальная. Достаточно чтобы убивать. О. Мне даже не хватает на это все всего. Окей. Совсем шикарно. И это одиночный бим. Правильно? Нет. Двойной бим. Окей. Тогда это еще терпим. Этот бим в первом секторе будет очень неплохо все убивать. Нет. Вот так. Окей. Они не могут наносить мне урон. Неплохо. Но они смогут через какое-то время потому что там авторемонт. Но все-таки. И следующий залп их добьет. Неважно куда. Так. Стоит наверное открыть этот шлюз как минимум. Тут не очень удобное расположение второго шлюза и всего вот этого вот отсека со всеми моими подсистемами. Ну хрен с ним наверное. Я полечу через туманность. Туманность это весело. Звезда это не весело. Особенно учитывая что против меня автоматический корабль. Так что у него там нет вообще... Ну то есть огонь там будет мгновенно гаснуть потому что там нет кислорода. Это не хорошо. Так же мне стоит вырубить ему хатинг как можно раньше. Я не вырубил ему хатинг. Что он хакнет? Оружие конечно же. Ну я надеюсь у меня успеет... Перезаряд... У меня успеет подчиниться двигало и перезарядиться в тело до того как меня убьют здесь. Ну от кислород. По-моему я труп. Возможно нет. Что делать? Кого мне отправить туда? Наверное его. Пофиг куда стрелять. Главное две комнаты зацепить. На удивление я не труп. Пока. Пожары в очень неудачных местах. Я могу конечно так от них избавиться наверное. Но все равно они в очень неудачных местах. И дальше вниз. Окей да. Я избавился от пожаров. Тут ничего. Тут туманность. Сейчас там будет иронный шторм. Да естественно. И я проиграю из-за этого. А нет. Ко мне всего лишь кто-то вторгся. О. У меня сразу дверь право грыжена кстати. Интересно. Окей. А я забыл вот эту дверь открыть. Ладно. Оу. Сраный умный шторм. Он выживет? Должен выжить. То что иронный шторм внезапно выключает кислород. Это просто самая жуткая ненависть. Которая может быть. Ну ладно. Хотя бы все живо. Туда. Сейчас будет еще один иронный шторм. А я снова проиграю. Естественно будет иронный шторм. Куда же без него. И на этот раз там вражеский корабль. И на этот раз у меня нет щитов. Я могу конечно выключить кислород и движки. И включить щиты. И возможно это хорошая идея даже. Но я не буду этого делать. Я могу четыре системы зацепить. Я соглашусь с ними. Потому что иначе они меня убьют нахрен. Пусть сдаются. Ну хотя у меня заутный щит все еще был активен. И это хорошо хотя бы. Но это не настолько хорошо как могло бы быть. Окей автокорабль. Довольно серьезно вооруженный. Но. Без щитов. И он не успеет меня пробить скорее всего до того как я его убью. Потому что я его убью с одного залпа. А у меня супер щит. Готово. Легкий корабль. Ну корабли без щитов. Что из них взять? Окей. Да я продам дрон. Я продам ракеты ради... Нет я не продам ракеты ради дроны кусков. Мне не нужны дроны куски. Мне нужны ракеты наоборот. Если бы это было наоборот. То я бы согласился. Итак. Что вы здесь продаете? Вы здесь продаете хэви лазер на единичку энергии. Хул миссу на две единички энергии. Или еще один хауберт бим. Еще один бим мне определенно не нужен. А то вот это вот вариант. Еще одну миссу и хэви лазер. Правда. Мне не хватит на это все. Хрен с ним. Учитывая сколько у меня ракет. У меня теперь будет две ракетницы. И как раз я их включу вместо лазера. И буду всех убивать ракетами. Вот. Эта ракета наносит 4 единицы урона. Если попадает в пустую комнату. Эта ракета наносит 1 единицу урона. Окей. Неплохо было бы ее сменить на какую-нибудь более крутую ракетницу конечно. Но пофиг. А бим я пока что оставлю. Потому что во-первых даже если я ее продам. Мне не хватит ни на что. Потому что у меня будет 40. Мне хватит на вот это вот хреновое. Чтобы клон бей лучше работал. Но у меня нет клонилки. Так что это мне не помогает. Если было 50. То я бы продал и купил себе вот этот вот лазер. Потому что лазер это тоже хорошо. Я могу продать свой щит конечно. Но это по-моему вообще хреновая идея. Так что я просто полечу дальше. И буду спамить ракетами. Помочь гражданским. Окей. Ну я думаю первая ракета пойдет в их оружие. Естественно. Вторая ракета пойдет в пустую комнату. Чтобы нанести как можно больше урона. Я конечно все свои ракеты очень быстро потрачу. Но зато это весело. Я их следующий хоуми свой добью. Если она попадет конечно. Вроде корабль рокменов сразу так стартует. Хоуми свой обычный мисла. Только у них по-моему более суровый обычный мисла. Который на два дамага. Хотя могу ошибаться. Возможно такая же. Надо будет его открыть все-таки. Окей. Я пойду наверх. Потому что я боюсь что я не успею долететь до выхода. Если я пойду не наверх. Окей. Я пошлю кого-то куда-то и ничего не произойдет. Отлично. Всегда мечтал послать кого-то куда-то, чтобы ничего не произошло. Пустая система. И выход. О нет. О нет. Ко мне кто-то вторгся. Ко мне целая толпа всех вторглась. Я пожалуй сделаю так. Точнее даже не так. Я сделаю вот так. А. Тут еще и батарея. Совсем печально. Ну, они умрут. От кислорода. До того, как успеют убить медвигло. Да. Ну, Рокман самый живучий. Поэтому он чуть-чуть дольше будет умирать. Но все равно он умрет. Окей. Теперь стоит подчинить вот эту вот хрень. Пока там кислород не кончился. И прыгнуть отсюда в следующий сектор. Туда, потому что тогда я смогу всех туманностей сбежать. Хотя это и сектор роков. Но с другой стороны... Хотя нет, это не Хомворлд их, так что... Так что не все так хорошо, как могло бы быть. По-моему, Рокхомворлд это та система, где можно анвокнуть... Ну, тот сектор, где можно анвокнуть корабль роков. И это было бы неплохо, но... Это не тот сектор. Ладно, я подожду, пока все на места встанут. Потому что у меня там щиты всякие вырублены. И прочая фигня. И, наверное, туда. Окей, помочь гражданским. Опять такой же корабль, который был в прошлый раз. Это туда, это туда. И этого не хватит, чтобы их после этого добить. По-моему. Не должно, по крайней мере. Придется еще раз стрелять. И моя холмисла промахнулась вообще. Это совсем нехорошо. Если бы она еще заряжалась немножко быстрее. Было бы шикарно. Четыре урона, и следующий их добьет. О, нет, меня снесли суперщит. Как же быть? Что у меня за ачивки, кстати? 29 энергий на разных подсистемах одновременно. И до пятого сектора не улучшая реактор. Реактор я пока что не улучшал. Хотя я вряд ли дойду до пятого сектора. В принципе. Неважно, улучшая реактор или нет. Но все-таки. Возможно, мне стоит улучшить реактор. С другой стороны, мне его некуда сейчас тратить. Но это сейчас. Потому что я вполне могу проапгрейдить там движки или щиты. И тратить реактор туда. Но пока что у меня на этой скрапа нет. Оружие как вариант, но... Так себе идея. На бим нужно слишком много, а другого оружия у меня нет. Я не помню, что здесь нужно отвечать. Допустим, так. Нет. Все-таки не так. По оружию. И туда. И потом еще одним заупным таким же я их добью. То есть не таким же, а холмисовый. Ракета быстро тратится. Это не радует. То есть у меня как минимум три ракеты уходят на вражеский корабль. Иногда больше. В зависимости от корабля. Но сейчас у меня три уйдет, если я не промахнусь. Да. И дропают они меньше трех обычно. Две. Ну, хоть что-то, наверное. Но все равно не супер. Еще один. Ну, такая же тактика пока что. У меня нет нормального неракетного оружия, так что приходится так все делать. Потому что бим это ненормальное оружие. Бим это бесполезная хрень. Сколько у них остается? Пять. Так что стоит один раз еще. Туда выстрелите один раз. Да. Сраные промахи. Ладно, нафиг. Сраный золотон. Почему он не может включать то оружие, которое нужно включать, а не какое-то рандомное, которое он хочет включать. Ну, бим как запасное оружие, конечно, помогает, потому что можно все-таки иногда его применять, чтобы вырубить противнику... Ну, чтобы не тратить ракеты. Я не согласен. Две ракеты это мало. Я хочу больше ракет от них получить. Я на них потратил больше ракет. Окей. Одна ракета. Ну, хотя бы больше скраба. Мне нужен магазин с оружием. Хм. Окей. Ко мне приклеили мину. Я попытаюсь ее взорвать ракетой. По-моему, это был плохой идеей. Пытаться взорвать ракетой мину, которую приклеили к моему кораблю. Ну, что поделать. Прыжок. Магазин, ура. Сначала туда залечу. Потому что нужно больше скраба. 114, это мало. Да. Я не знаю, что это было, но мне какой-то квест, видимо, дали. Возможно, нет. Не знаю. Не важно. Пофиг. Продать 3 ракеты за... Ну, купить 9 топлива за 3 ракеты. Нет. Мне нужны ракеты. И так. Тут нет оружия. И это печально. Но я могу еще одного золота нанять. Это хорошо. И репликатор. Ладно, я продам свой лазер. Репликатор позволяет не тратить ракеты. Там 50% шанс будет, что ракета не тратится. Для ракетного корабля это очень неплохо. И золота ради еще плюс единички энергии. И немножко починиться. И еще немножко топлива. И одна ракета. И еще немножко топлива сойдет. Я потратил весь скраб, но... Что поделать. Окей. Зато у меня теперь хороший ракетный корабль. Окей. У них нет пустых... Пустых подсистем, так что... Просто огонь. Во все места, куда я паду. Пилотирование оружия конкретно. Щиты пофиг, потому что у меня ракеты. Итак, сработает ли репликатор? Да. Ну и ракета потратилась. Я, правда, промахнулся, так что... Пофиг. Но по сути я буду тратить в два раза меньше ракеты. Это очень, очень полезно. Опять 0 ракет. И я опять промахнулся. Сейчас, по-моему, одна потратилась. Окей. Столько всяких этих хреновин выскочило. Ну пофиг. Неудачный пожар. Я надеюсь, он выживет. Ладно, поменяйте местами. Главное, чтобы он не успел мне сломать двери. Так, и надо, наверное, выстрелить куда-нибудь. Почему у него нет пустых подсистем? Я хочу больше урона наносить. Кто у меня умирает? И зачем он у меня умирает? А, этот парень. Как я ненавижу пожары. Окей, я их добил. Хоть что-то хорошее. Окей, чините все быстро движки. Теперь идите все в медотсек. Нет, я сваливаю отсюда. Пусть у меня будут не включены щиты и все остальное, но я хотя бы не получу себе еще один пожар. Окей. Теперь у меня включены щиты и все остальное. Вообще хорошо. Жаль, у меня нет необходимого количества. Я бы даже купил, потому что это золотон. То есть, если я их атакую, то не факт, что они... Опять у них нет пустых подсистем. Что такое? Во-первых, не факт, что они мне вообще дадут раба. Во-вторых, не факт, что они дадут мне золотона. Ну, наверное, так. Я не знаю. У них еще и телепорт есть. Вообще нехорошо. Мне вполне может не хватить на них ракет. И это неприятно. А, в принципе, мне стоит стрелять только хул миссу, потому что она больше урона наносит. Ну, особенно учитывая, что опасности никакой нет. То есть, я меньше ракет потрачу на то, чтобы их убить. Она, конечно, заряжается дольше. Но они, по мне, не особенно активно стреляют, так что пофиг. Да и даже если они будут стрелять, у них одиночный лазер. Они не могут мне пробить мой щит. Да. Отлично. Еще один золотон. Куда его отправить, чтобы у меня была энергия? На дверях не нужна энергия. На оружие? Мне, в принципе, все равно, потому что у меня сейчас... Да, пусть пока что на дверях, потому что мне не нужна энергия сейчас. Хотя, с другой стороны... Я вот так вот сделаю, во-первых, но у меня хватает на это энергия. Да, сойдет. Выход. И повстанцы туда не успеют немножко дойти. Нет. Нет. Я не хочу тратить ракеты даже на апгрейд реактора. Это был второй сектор. Окей, пиратский сектор. Но я не уверен, что я до пятого дойду без апгрейд реактора. Но это было бы неплохо. В магазине мне делать нечего пока что, потому что у меня 11 скрапа. 11 скрапа мне не поможет в магазине. Так что туманность. Атаковать пирата. Ура, у него есть пустая система. Так, сколько у него в жизни? 4, 4 и 4. То есть, если я три раза попаду в холмисовый, я его убью. Проблема в том, что он может во мне попасть в чем-нибудь. С другой стороны, у него бомба, которая, скорее всего, не вырубится от... Ну, пока я совсем оружие не сломаю. И... Одиночный лазер или двойной? По-моему, двойной. Да, это нехорошо. Бомбы он промахнулся. Нет, он не промахнулся. Он мне щиты повредил. Вот я по нему промахнулся ракетой. Это неприятно. Посмотрим, в общем. Пока что я не трачу свои обычные миссы. Пилотирование. Как я это все ненавижу. У меня отсек. Ну, у меня сломано оружие. И у меня сломано... Сломано движки. Так что я, видимо, сейчас еще раз умру. И щиты. У меня вообще все сломано. Сраные пожары. Откуда здесь вообще пожар взялся? Чем он таким стреляет? Чем он сюда попал, чтобы у меня пожар там возник? Лазером? Который стопроцентно вызывает пожары? Или что? Ну, окей. Минус один золотон. Но я в любом случае труп. Я ничего ему не сделаю. Да. Ну, ладно. В следующий раз, наверное, я попробую свой вариант этого вот. Кестрева. Что здесь вообще есть? Ионка и... Двойной лазер. Довольно уныло. Сдок и ланилка. И все. Из интересного. Ну, зато ланил у нас один есть. И вроде раскладка систем такая... Не супер плохая. Ну, не знаю. В общем, в следующий раз разберемся. А на сегодня тогда на этом все. Я надеюсь, вам понравилось. Спасибо за просмотр. С вами был Вайми. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok